Продолжение следует... 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 У Резолюшна 16 на 0 Он в любом случае перефармливает Слардара Что уже не в пользу Слардара Все-таки они стоят в трипле Это сейфлайн, это два рейнджевых саппорта Которые харасить должны оппонентов А Резолюшн тут просто разогнался И он фармит Ночь настала у него, второго левела уже Хантер Инзе Найт Бегает быстро, тапок есть Может быть даже попытка будет сейчас кого-то поймать И улетает отсюда Вич Доктор Понял, это Резолюшн, все идут на топ Понятно куда улетает Вич Доктор Калкулус лоу хпшный, здесь файт На топ лейне, Спирит Брейкер лоу хпшный Ною не видят, хотя сейчас попинговали Где находится там Ноя, Рокет Бараш есть Сайлент сжирает Ноя 100% И Калкулуса тоже убили Правда Лина здесь отъехала Ну и Сайлент выживает в итоге Резолюшн дальше погонят за Мастер Риск Но и Рокет Бараш не выживает Вич Доктор Это очень сложно сделать, когда Ты обычный Вич Доктор Третьего левела с одним тапком Какой там вообще выживать Рокет Бараш третьего левела Вообще шансов никаких не оставляет Саппортом на ранних этапах 930 по голде, зарабатывает Team Empire И по экспириенсу тоже там Сколько-то зарабатывает Ну и отрывается теперь по фарму Ноу Фир в Сон отправляет Эйса Будет его сразу же Райса И стопит здесь Ноу Фира Брейнсап второго левела 160 хп можно высосать Но убежать вряд ли получится Все-таки здесь Спринц Лордар запутался Ахахаха Недолго, конечно, музыка играла В итоге Фира развалили А там еще и на мидлейне умирает Шадоу Финт Приехали Калкулус разультился Сделал все-все-все Я пока на замес смотрел Там очень быстро развалили Мидлейнера команда Empire В плюсе, конечно же, Дениш Бирс остались 4-3 счет По голде потеряли более тысячи По экспириенсу Тоже где-то тысячу Команда Датских медведей забрала Так, рисунки-рисуночки На карте я смотрю Синий это от кого? Это от Ноя, конечно же Ну и Ноя будут ловить здесь Кулдаун по нему Лайтстрайкеры он поймал И Ноя здесь погибает Даже разогнаться не получилось Чарджи в Даркнесс не провязал Как видите, он не в кулдауне Не убежал никуда вообще Ну и команда Эмпайр Сравнивает счет Счет становится 4-3 Ой, 4-4, конечно же Он был 4-3 4-4 Как там по фарму? 56 на 14 У Шадоу Финдаун Уже ушел в лес Через Шадоу Рейс Все это делается очень даже неплохо Есть Кстати, у него Баклер Готовится к покупке Мекки Йоку За Денайл Тавер Ноя Не может быть этого За Денайл Тавер Успел еще и убежать Пока на перерез Никто не идет А стоило бы Ну и Калкулус пошел Провожать своего тиммейта Отхиливает Не отхиливает Просто идет за ним Да Ноя не достает Ой, как неудачно На хайграунд все зашли В итоге у нас умирает Ноя Еще и Калкулус Два удара получает От Ульты Гирокоптера И Калкулус здесь и остается Даблкил от Гирокоптера Забирает и Ноя Который прибежал туда И Калкулуса Который Якобы мог подсейвить Своего тиммейта Но просто в итоге Постоял Да тут еще и Вичдоктер Лоу хпшный Минус 3 уже От команды Эмпайр Погоня за Эйсом Здесь Резолюшн Подэмплифай дэмэджом Воид есть Сейчас Эйса будут стопить И по-моему Эйс здесь приплыл Просто замедление Добросит на Эйса Бросают замедление Йоку Один Коил И не точно В итоге Минус 3 делает Эмпайр Счет становится 4-7 Поголодые здесь поднялись Неужели Ноя побежит Да Ноя побежит Но зачем А почему бы и не побежать Просто так Я буду бегать Потому что у меня Хорошо это получается Ноу фира Ловят Ноу фир Брейнсап у него есть Он не успевает провязать Брейнсап 3-го левела Ульта пошла от Ээээ Квин оф Пейн Лоу хпшный у нас Еще и Шадоу финт В итоге даблкил От Йоку И умирает Йоку От рук спиритбрейкера По-моему тоже даблкил В этом файте Сделал спиритбрейкер 6-10 счет Все это в плюс Команды Дэниш Бирс Даже несмотря на то Что они втроем Тут свалились Ну и 820 голды получили По экспириенсу Практически Ровно потрались Обе команды Эмпайр в любом случае Выигрывает почти 6 тысяч по золоту И 4 тысячи По экспириенсу Первые 3 места По Нетворцу За Тим Эмпайр И полминуты Будем смотреть Кто там Что у нас собирает Алоха Дэнс Пришел на мидлейн Посражаться с Эйсом Разгон Пошел в Алоха Дэнс Амплифай дэмэдж Непонятно как Алоха Дэнс Позволил просто Умудриться Крашнуть себе под ноги Ноя конечно Здесь отвалится Не проблема Анстапа был стрик Уже у Сайлента 6-02 Ха-ха Что ты делаешь Прекрати Многовато Конечно Дэниш Бирс Отдают мейнкерри Это еще и Гирокоптер Который если со старта Такой буст имеет Что там дальше Будет происходить Аквила есть Есть Хелм оф Доминатор Практически Да не практически Даже больше Более 130 С руки у Гирокоптера Флэккэнон 3-го левела Рокет бараш Кулдаун Все имеется Дамаги наносят много Ну и на топ лейн Отправляется Сайлент Йоку Уже с Мекой И Йоку начинает Собирать Сашу Яшу Приобретает Бенту Фелвенскин Я так понимаю Это просто в горячке Чтоб деньги не потратить В файте Чтоб когда умирал Видимо Подзакупил себе Ну Мека есть Мека есть Мека достаточно ранее Там минуты Минуты на 8-9 уже была Ну и кучкуется здесь Эйс вместе с Мастер Риск Решили пофармить Время пришло Более 1000 голды Ну так Тысячу пускай Голды остается До даггера С лордару Ничего я думаю Покупать он не будет До приобретения Даггера Бутсов спид Это все что необходимо С лордару Все остальное делает Спринт Спринт пробустили Спринт теперь Нормальную скорость Движения дает И сквозь крипов Можно бегать Короче такие Ходячие фазы У тебя Так В это время Разбирают визажа Очень далеко Зашла Дабла Алоха Дэнс Плюс Резолюшн И забрали визажа Быстро В принципе Я даже не успел Переключиться Смотрю ХП улетает Где как Вообще Файтов же Не планировалось Ну Калкулус Лоу ХПшный Есть Сайлентс Бросили Батлу На него Ну и Калкулус Финс Гриппет Так и остался Сейчас еще и фамильяры Присядут на голову Алоха Дэнс Лоу ХПшный Мек от Йоку Алоха Дэнс Пока еще живет Нет Больше Алоха Дэнса С нами Айс разваливается Ноя Тоже Лоу ХПшный Его отправляют Найтмэр И пока что Размен 2 в 1 И побежал Резолюшн У него Урне Зарядов достаточно Ною пытаются выкилять Флэгкена на Сайлента Не достает Ноя по-моему Сейчас умрет Еще одна банка Мастериска тоже будут стопить Это минус 2 По-моему точно Да Это еще минус 2 Для команды Эмпайр Уверенно действует Российский коллектив И датчане Просто сыпятся 9 тысяч Уже по галде Эмпайр По экспириенсу 8 тысяч На 12 минуте Но это ранняя агрессия От этого Найт Сталкера Получил чуть-чуть Совсем И пошел это чуть-чуть Превращать во много Резолюшн Урнов Шадл Съесть Пауэр Трэд Съесть Можно бежать Но теперь уже есть Клоин Болстер Теперь уже есть Огр Клаб Скоро будет Аганим И будет Порядка 2 х ХП у Найт Сталкера Там я думаю Минуте К 15 И как с ним бороться Потом вообще будет Непонятно Слардар Это не вывозит У Слардара Свои проблемы Слардар без даггера Он инициировать не может На спринте Только убегать Получается Команда Эмпайр Еще и Роху забирает Достаточно раннего Без таких вот Особых героев Для Рошана Ни тебе Дезоляторов Там на Темпларках И Мэлдов Ни тебе Лон Друида Или еще кого-нибудь Урсы Нет Просто обычными героями Которые просто бьют руками Без понижения Там Дефа Без ничего Просто пошли и ударили Хотя куда там Без понижения Ну первого левела Первого левела У Шадоу Финда Понижение дефа Это не считается даже Резолюшн В это время на мидлейне Разбирают Еще и Сайвента Расковыряют Вот так вот Просто 2 в 0 Подрались Денег заработали 2 700 Что? 2 750 2 750 За 2 килла 2 670 По экспириенсу До хрена Конечно Продолжение следует... Опять очередные табры Траблы с подключением То 1 отвалился А то 2 Пинги Шминги Пакеты теряются Тут не только пакеты Тут герои пачками улетают Еще и Йоку отвалился Круто 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 У Йоку Кстати уже готова Яша По-то есть Ну по идее Все сильно Но вот эти 2 килла Просто из ниоткуда Нарисовались Развалили Резолюшн Здесь же развалили Сайлента Как вообще Как получилось Пошли первые ребята Ну потеряли Немножко ощущение Такое знаете Безнаказанность Получилось Боже мой Ну-ка нафиг Все SF возвращается Не должно быть Траблов у Империи Сколько играли Опенквалы Сколько раз приходил Всегда лучше было Ну и Потеряли По голде 3000 И это уже на графиках Отображается По экспириенсу Тоже До 7500 Свалились Опять отваливается Shadowfint Ну все Вроде SF вернулся Вроде должно быть Поадекватней Да Возвращается SF Пятером выходят Игроки команды Danish Beers На троих игроков Команды Empire Ой как Алоха Дэнс Быстренько охладил Ною Йоку с Меккой У Йоку есть варианты В принципе Засейвить кого-то Но лучше наверное Здесь не лезть Троем против пятерых В инвизе Йоку Под имплифай дэмэджем Его естественно Видят Ноя лохэпэшный Лагуна Блейд В него Еще и Тавр тут помог В итоге Ноя отваливается Ну и SF Уже без имплифай дэмэджа В инвизе Ну До поры до времени Не решил пофармить Нахрен этот инвиз Если здесь есть крипы Зачем мне это все Калкулус забирает Руну иллюзий И бежать 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 Ушел отсюда Рожденный Побежать У Айса Почти есть деньги На Даггер У него Есть Урн оф Шадоус Есть Таут Шилд Тапок Ну много конечно Капнула команде Дениш Бирз За эти два килла Я говорю Резолюшн Я говорю О Сайленте Все равно они в топе Сейчас по Нетворцу Как-то далековато конечно К вопе Даже до Оффлейнера Я уже молчу о мейнкере Я молчу о мидлейнере Йоку пока в топе И никуда отсюда не собирается Сф в принципе Я думаю вы знаете В мидгейме Только наращивать Свои преимущества Маны много Шадоу Рейс Крутые ХП Практически не проседает Дэмэджи с руки много Появляется еще Некромастери Понятно здесь На максимум Еще и Появляется Минус Деф Короче говоря Сф боевая машина Это как раз его время Где-то минуты До 30 35 Он прям Вообще Невероятно хорош Мастер Риск у нас Уходит в деревья И уходит в принципе С ТП На собственный фонтан Но будут ждать крипов Будут скорее всего Дамажить Т2 По-любому сюда Кого-то стягивать надо Пешком уже бежит сюда Мастер Риск Дезвард у него есть Каски 3 левела А здесь Дабла На топлейн У Эйса появляется Даггер У Квапы Нифига вообще не появляется Квапа ТПшится Аж на фонтан Поэтому Тавер Скорее всего Рассыпется Вот такой игре Я думаю что Доуфинду Не лишним будет И Даггер приобрести В принципе ребята Врываются достаточно быстро За Найт Сталкером Просто не угнаться Ну на ХГ не стали лезть Развернулись Пошли кого-то ловить Или что-то дефать Резолюшн Быстренько на руну Луна богатства Пошла ночь от Найт Сталкера Никого здесь ловить не получится Никто Никуда вообще Не шел Ну и здесь Разбежались По краям Резолюшн пошел Выфармливать себе Аганим До него остаются В принципе копейки До Аганима Тут сколько 350 голды Либо в лесу Либо пачку крипов На линии сажать Можно в общем-то И побайтей на Резолюшн Абсолютно нормальная тема Игроки Большинство рядом Ну и Сайлент Отправляется в это время На Эншентов Ох какой боевой Крип Маг Калкулус Неужто ты убьешь Крипа Мага Убьет наверное Но он в инвизе Он в инвизе И он будет ловить Здесь Сайлента Понятно что кто-то Здесь есть Будет блочить Спауны Какой хитрожопый Обычный Крип Маг Крип Маг Который смог Казалось бы Нет он зайдет Сейчас будет Стоять Здесь И сразу Пинг 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 Нет А Сайлен думает Что просто Не получились отводы Ну понятно Что Калкулус Врываться сюда Не будет Разве что там Оооо Кому это все Досталось Я не понял По-моему Это все досталось Квапе. Желтый, 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 желтый. Нет, нет, нет. Все-таки гирокоптеру досталось. Квапа это все не заформила. Sonic Wave в пустую, но попытка была дерзкая. Очень даже. Насколько дерзкая, настолько и безрезультативная. А Йоку без Яула. У Йоку есть уже практически деньги. Да, по-моему, кстати, и есть деньги на Сашу Яшу. И сей артефакт к нему не летит. Манта Стайл будет от Йоку. Манта Стайл. Все, прилетает к нему Манта. Йоку готов. Файтится. 18 минут уже прошло у нас. И по голде 13 тысяч в пользу команды Империя. По Экспериенсу 10 с копейками тоже в пользу Имперца. По Нетворцу вы видите, оторвались очень сильно. Резолюшн на третьем месте. У него 7 тысяч. Он почти на 2 тысячи обгоняет Queen of Pain. Я уже молчу о Слардаре. Слардара он тоже обгоняет на 2 тысячи. Чего я молчал, спрашивается о нем. 10-17. Ну и в целом по фарму тут. Вы видите. Перефарм дикий. На Алохо Дэнс вырывается Эйс. Скорее всего Алохо Дэнса здесь разберут. Будет ли ноя чарджи... Юнту юзать. Нет. Назерстрайк жалеет. Не к чему ему данный спелл. Ну и 5 секунд до ночи Найт Сталкер. Команда Эмпайр приносит себе Найт Сталкер огонь. Побежал Ноя. Куда ты несешься? На крипов он побежал. В это время Т2 будет сыпаться и скорее всего здесь Т2 будет падать. Ну и таким образом преимущество у Эмпайр по голде только вырасти. Что в это время делает команда Дэниш Бирс, пока непонятно. В принципе ничего и не делает. Ходит, смотрит как Эмпайр играет в свои игры. Все. Ночь пошла от Найт Сталкера. Выбежал. Ловить никого не будет. Правда непонятно куда побежал. Возможно подпушат по центральной линии и зайдут на хайграунд. Возможно перетянутся на топ. Там будут добивать последнюю внешнюю вышку. Резорюшна после огонь. Может 700 голды на руках. Ух. СФа. После Мекки появляется Угр Клаб. И готовится Блэк Кинг Бар для Шадоу Финда. Ну и Герокоптер тоже приобретает себе Блэк Кинг Бар. Есть Яша, есть. Да много чего есть. Еще и... Короче говоря, дэмэджа будет много. Дэмэджа где-то будет 180 точно от Герокоптера. Ноя врывается в Ноуфира. Все это под Вардом Ноуфира Вириат. Ульта пошла от Калькулуса. Нормально разрутился Сайлент. Очень неплохо по всем продамажил. Где-то здесь Дез Вард никого, по-моему, бил. Хотя убили все-таки Найт Сталкера. Йоку отправляют здесь Найт Мэр. Сразу же будет его Ноуфир. Йоку отходит. Мекку юзал. Правда, Рекуэм Овсол еще не юзал Йоку. Эйс поджигает у нас Йоку. Дальше за ним Ухоторванный. У Эйса есть Даггер, но... Даггер, точнее, откэдэшился, но краш еще 2 секунды отсутствует. Да, агрессивно огрызаются игроки команды Дениш Бирс. Много, конечно, тратят всего и времени, и спилов, но... Оно ведь того стоит. 1800 голды за 2 килла. Эйс дальше за Йоку. На Сайлента перемещается, и лоу-хпшный эйс просто бежать. Отсюда, скорее всего, Ноя здесь должны убивать. Ну, Йоку без Даггера, и это его безусловный минус, но он за Резолюшн Ноя уже не отпустил. Но Калкул здесь стоит, его видели. Правда, добежать быстро к нему не получилось. Один фраг делает команда Эмпайр, копейки зарабатывает. Ну, ответ какой-никакой сделали. Меньше 12 тысяч по голде еще не опустились, по экспириенсу чуть менее 10. Ну и в пятером живы все ульты необходимые имеются. Финсгрипп разве что отсутствует, но это еще 15 секунд, и будет Финсгрипп. И Лина тоже тут 19 секунд, скоро будет Лагуна Блейд. Правда, маны в жизни не хватит на этот спелл у Лины, бедняжки. Ну и ни у кого больше, по-моему, нет аркан бутсов, кроме Лины, поэтому Алоха Дэн сам себе хозяин. На Калкулуса выходит Сайлент. Калкулус сам отсюда быстренько отваливает Фамильяра. Видит Сайлент, и что, я просто забыл про них, а? Просто забыл про них визаж. Райс отдает от этого Фамильяра, ну, так, не по тупости, но... Не досмотрел. Йоку продолжает фармить, он уже дико оторвался от всех. 12 600 у него и 6 700 у Слардара. На 6000 обгоняет 6000-го Слардара. Это чертовски крутой перебор. Перефарм, перевсё вообще. Ну и Найт Сталкер что-то себе купил. Нет, Резолюшн ничего себе не купил. А хотя ничего себе не купил. Зелёный шарик бесплатно, что ли? Купил Резолюшн. У Йоку появляется в Митрилхаммер. 1000 голда остаётся до Блэйт Кингбара у Сайлента. БКБ 10-секундный, не юзанный. В Курьере ничего не лежит. Резолюшн я здесь увидел. Резолюшн пытался с тыла зайти. Зашёл. Правда, неудачно. Ещё и гем подарил Слардару. Он нафиг, конечно, никому не нужен. Курьерам, скорее всего, гем заберут. Ну и разве что ворды разбить. Странно ведёт себя команда Эмпайр. Я бы сказал, очень странно. Горьер у Резолюшн уже отправляется вниз под Слардара. У серёдки 7200. По Нетворсу у Резолюшна только 7. Хотя вы вспомните, какой был перефарм. Йоку. Монтой заявил Стана Тейса. Дальний Койл не попадает. Зато очень быстро стирают Квапу. И сейчас ещё и Фамильяров будут забирать. Втроём, вчетвером стоят. Куда там, втроём. Ещё и Иллюзию с собой взяли. Минус один Фамильяр. Минус второй Фамильяр. Деньги капают команде Эмпайр. И Дениш Бирс не сказать бы, чтобы не участвовали в этом процессе. Они дарят очень много голды своим оппонентам. 12к по золоту, 10 тысяч по экспириенсу. И на Роху в очередной раз выходит Тим Эмпайр. Здесь уже четвёртого левела. Минус деф от Шадоу Финда. И быстренько Роха падает. Да и артефакты повыносили необходимые. У гирокоптера с руки, посмотрите, почти 200. Лина нормально с руки настреливает благодаря скорости. Ну и Резолюшн тоже неплохо бьёт. 118. Никаких плюс что-то там к дефу. Забудьте вообще. Просто белый дэмэдж выдумывать даже нечего. Резолюшн, бей, беги. Йоку приносит себе Блэкинг Бар. У Сайвента Блэкинг Бар есть. По-прежнему ни разу не проюзанный. Не удалось как-то в файтах принимать участие. Манта Стайл купит себе ещё и гирокоптер. Ну и давайте пробежимся по артефактам команды Дэниш Бирс. 24 минуты прошло. У нас БКБ есть у Спирит Брейкера. Есть у него уронов Шадоус. Есть у него Пауэр Трэдс. Калкулус приобретает себе Митрил Хаммер Угр Клаб. Слардар после Блинк Даггера купил себе Угр Клаб. Есть деньги у него ещё и на Митрил Хаммер. Если вдруг это БКБ планируется. Вич Доктор покупает себе Пойнт Бустер. 300 голды на руках в Курьере. Ничего. И Визаж приобрел себе Медалину в Кураж. Есть у него и Пауэр Бустер. И отобранный Резолюшеновый Гем. Тоже в принципе плюс. Такие 800 голды капнуло из ниоткуда. В это время Т2 по нижнему лайну от Империи просто рассыпается. Т1 имперцы отдают. Даже не пытались агрессивно себя вести. На дефе собственного Тавара. Ну и команда Эмпайра отсюда расходится. Только что-то как-то сильно растянуто по карте. Вообще очень далеко Резолюшен при этом находится. Резолюшен Огр Клаб себе приобретает. Тоже скорее всего будет Блэк Кинг Бар. Мастер Риск. Я даже не буду спрашивать в чем дело. Все окей вернулись. Ну и пошли загонять здесь Калкулуса. Будут стопить его. Алоха Дэнса есть Лагуна Блейд. Но он не проюзал его. Не проюзал Лагуна Блейд. Хотя по идее добивал. 650 демеджа. Должен был закончиться. Нет Калкулус. Никуда ты отсюда не пойдешь. Он просто стоит и бьет руками Резолюшен. Даже бегать не стал. Это кстати правильное решение. Если понимаете, что умираете. Стойте хотя бы дамагу физически вносите. Может нет-нет. Где-то да и сыграет это свою роль. Уэйса 2000 на руках. Ничего пока не приобретает. Оставляет, как я понимаю, на байбэк. Потому что Эмпайр в опасной близости к хайграунду. Они снесли все внешние вышки. И вот, собственно, и заход команда Эмпайр на хайграунд. Йоку с Аэгой. Поэтому байтить на Йоку можно. Йоку вообще по этому поводу не переживает. Стоит просто перед товара. Следующую пачку крипов необходимо ждать. Две минуты до потери Аэги. Шадоуфинт об этом должен знать. И команда Эмпайр, по идее, инициацию сейчас включит. И пойдет, 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 пойдет. На вражеский хайграунд. Стоило бы. Разгон на Алоха Дэнс. Ну сейвить надо тиммейта. Или будут отдавать. Все, отдают Алоха Дэнса, разворачиваются, уходят. Очень странненько. Очень странненько. Манта Стайл у Герокоптера есть. 1100 голды сверху. Всего достаточно. 1000 голды за Алоха Дэнса взяли подарить. Правда, перефарм чудовищно крутой. 15000. По экспириенсу, по голде. Но в целом, можно было бы и как-то по менее расточительно вести себя империей. 3000 по голде у Йоку уже на руках. И он по-прежнему, чуть ли не в два раза, опережает ближайшего преследователя. Состава команды Дэниш Бейерс. 8800 у Эйса и 16.5 у Шадоу Финда. Так, замес у нас пошел на нижнем лайне. Калкулус никуда опять не улетает. Финс Грипп по нему. Сало по нему на нем лежит. И папа который раз уже отдается в нелепейшей ситуации. Герокоптер, скорее всего, в Манке Кинг Барр, как я понимаю. Или, может быть, кстати, в Баттерфляй пойдет. Герокоптер. Чтобы не получать так сильно. Под Эмпифай Дэмэджем очень сильные удары идут. Независимо от того, кто бьет. Потому что минус 15 дефа, я думаю, вы понимаете, насколько это печальная история. Так, Йоку с Аэгой. Аэгой вот-вот закончится. Йоку надо, не знаю, то ли быковать, то ли что делать. Йоку не трогают. У Йоку есть Аэгис, на него не нападают. Но Йоку тогда включает БКБ и начинает драться. Йоку реквен Сол не юзает. Райз лоу ХПшный. Там Алоха Дэнса гоняет. Пока что размен 2 в 2. Пали на Ноя. Ульта пошла от Йоку. Ноя достала. Шадоу Финт забирает спиритбрейкера. И все. Аэгой у Йоку пропадает. Он теперь фулловый. Все, очень быстро монтостайлом сбросили с себя Амплифай Дэмэдж. Но куда Йоку будет прыгать? Соло он здесь не убивает ни Йоку, ни Сайлента. У него неплохая скорость атаки. Станны нет ни у одного, ни у второго героя. Поэтому убежать... Ой, скорость бега, точнее. Убежать Слардар по-любому сможет. Сняли Т3 и рейнджевой барак избили процентов на 60 игроки команды Эмпайр. Немножко улучшили экономическое положение. Но на общую картину это не отразилось. 30 минут позади. Давайте наблюдать за артефактами. Сайван, 3500 на руках. Курьер висит на секрет шопе. Йоку себе приобретает. Что там себе Йоку приобретает? Йоку себе приобретает в скором времени Скарри. Уже лежит, посмотрите, здесь Ultimate Orb. Лежит Point Booster. Лежит Orb of Venom. Здесь No Fear. Владмир себе, по-моему, практически собрал. Ну и Сайлент 3800 на руках. Пока ничего не покупает. Манта Стайл есть, БКБ есть. Резолюшн приобретает Митрил Хаммер. У Горклаб есть 1000 голды. Чуть-чуть меньше до Блэкинг Бара осталось. Кто тут еще? Что? Солар Крест есть у Лины. Есть также Point Booster у Алоха Дэнса. Готовится выйти в Аганим. Ну и по команде Дэниш Бирс. БКБ и 1700 сверху у Слардара. После Даггера. Так, коровы бегают, слышу. Здесь БКБ 1300 сверху у Ноя. Так, Эмпайр под Смоком. Заходят на Мастер Риска. Куда тут вообще вернули Гем? Эйс приходит сюда и под Финс Гриппом здесь его смерти встретил. Забрали Гем. Забрали двух героев команды Дэниш Бирс. Команда Эмпайр, по идее, сейчас должна заходить на хайграунд. И эту игру делать уже невывозимо. Снести одну-две линии. Там уже Дэниш Бирс думают как хотят. Развели на байбек Слардара. Оранжевой Барак падает. Коровка на кого-то побежала. Откуда ты? Из хайграунда. Коровка у нас все юзают БКБ. Сайлент проюзал БКБ. Начинает дамажить всех. Иглсонг у него есть. Бабочки нет. Но в целом дэмэджа очень много. Ну и в итоге Келлинг Спри у нас Йоку зарабатывает. Келлинг Спри зарабатывает Сайлент. Все, внешних товаров нет. Это просто снос каждой из сторон. Коргероев забрали. Остались только саппорты. И это ГГ ВП. Дэниш Бирс нервишками. Некрепки. 20 тысяч по голде. 17 тысяч по экспириенсу. Эмпайр переиграли своих оппонентов. И игра пересоздается. Второй матч. Напомню, это игра в формате Best of 3. То есть до двух побед. И напомню еще раз. Это полуфинал открытой квалификации на Frankfurt Major. Даже не на сам Frankfurt Major. А на его региональной квалификации. Так что соперники здесь не особо сильны. Ну и Team Empire не особо и сливается. Так что все достаточно ровно.